Приветствую вас, аноним, и из вашего текста лично мне не совсем понятна, не совсем не ясна логика ваша. То есть, вы говорите, что работали уже с психологом, и вы говорите, что без толку, но при этом вы обращаетесь к нам, к психологам, и как бы не совсем понятно, если вы говорите, что вы работали с психологом, и что без толку, то кому вы тогда обращаетесь, это первое. Второе. Техники, техники, конечно, есть, но использовать их нужно с умом, и понимать, что эти техники, это не панацея, что там, условно говоря, техникой достаточно легко навредить. Вот, поэтому использовать нужно крайне аккуратно технику, и как бы, ну, не пытаться, ну, не пытаться как-то действовать самостоятельно, скажем так. То есть, это в какой-то степени идея про то, чтобы, ну, разграничивать то, что можете делать вы, и то, что можем делать мы, специалисты. Вот. Если вы работали с психологом и без толку, то либо психолог использовал ту технику, которая вам не совсем подходила, ну, в силу особенностей вашего характера, ну, например. Либо у вас было некоторое сопротивление, и это сопротивление, оно, скорее всего, будет, ну, продолжать, даже, ну, продолжать влиять, условно говоря, на вас, на ваше состояние, на ваше поведение. Вот. Дальше, если вы будете что-то делать сами, то это сопротивление означает подспудный страх, подспудный страх того, что в вашей жизни может что-то изменится. Вы боитесь этого. И именно с этим страхом, страхом перемен, как мне кажется, и нужно работать. Страх того, что в вашей жизни будет что-то по-другому. Страх того, что вам придется столкнуться с новым каким-то опытом, который вы можете не освоить, который вы можете не понять, который, может быть, для вас еще более трагичным. Вот. Значит, стрессовым и так далее. Вот. И это то, что может вас весьма-весьма ограничивать. То, что может вас тяготить достаточно сильно. Дальше. Идем. Дальше. Значит, я ненавижу себя. Это отрицание. Это отрицание, обесценивание. Это неадекватные требования к себе. Вот. Дальше. Я пережила стресс через два года. Что дало это о себе знать. Что это за стресс? Как бы, да. Прожили ли вы его? Отпустили ли вы его? Вот. Дальше у меня был пациент. Не могу выйти из дома. У меня всегда болит. У меня болит все всегда. У меня все болит. Я просыпаюсь. У меня процент болит. Грудь отдыхает. Но грудь это про некоторое обид. Это про обид. Так. Срываюсь на ребенка. Я перестала ходить готовить. Я перестала ходить в магазин на ребенка. Так. Ну, здесь вы описываете призыки депрессивного состояния. Вот. Так. Очень тяжело жить. Я живу через силы. Я страшно умерла. Наверное, потеря смысл жизни. У меня не берет то, что у меня рубежит. Не то, что у меня родители. У меня на все попросту. Но, это скорее достигает и стяготит. Вот. А куда обратиться? На психотерапию. Только, ну, другую школу. Другая школа психотерапии. Вот. А техники, повторюсь, это не панацея. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешит. Продолжение следует... Продолжение следует...